Всем лунный привет, друзья! Вот и произошел тот долгожданный слив нового аддона. Все выглядит весьма убедительно, а также ко всему этому приводятся доказательства и скриншоты. Вообще все слитые аддоны, которые публикуются в сети, по сути, могут являться разработкой Близзард, просто они очень тщательно подбирают материал и отсеивают все лишнее. Так и выходит, что в сеть попадают секретные материалы. Так что мы не будем медлить и приступим к рассмотрению будущего аддона. Сразу же уделим внимание названию аддона и новой карте. Аддон будет называться Глаз Асшары. Все-таки торговый знак, зарегистрированный Близзард аж в 2014 году, нашел свое применение. С тех пор и идут разработки этого нового аддона. И все не просто так. Слушайте дальше. Карта. Она, по сути, является доработкой предыдущей карты, но уже с убранными расколотыми островами и на ней поменяли местами разбойничья острова и Култирос, а также добавили точки для морских отправлений Альянса и Орды. Остров Култирос и Зандалар находятся под угрозой. Герои Альянса и Орды должны посетить эти острова, чтобы помочь этим странам выжить и отразить нападение захватчиков. Култирос будет просить помощи у Альянса через письмо в бутылке. А вот Зандалар – это огромный остров чуть севернее Пандарии. Там обитают племена троллей Зандалар, которые также являются верховным племенем всех троллей, населяющих Азерот. Мы уже сталкивались с ними в Пандарии и поняли, что это достойный и серьезный противник. Правит ими бессмертный король Растакхан. Он начнет объединять все племена троллей, в том числе и троллей Орды. Поэтому им придется примкнуть к Орде, и они запросят у них помощь. На новые территории Орда отправится через порт в Бутибей, а Альянс уплывет через порт Штормграда. Как только вы приплывете на место встречи, вы будете удивлены от множества кораблей Зандалари и Култироса. Отправившись на одном из кораблей, вы поговорите с эмиссаром либо Зандалари, либо Култироса в зависимости от вашей фракции. И он отвезет вас в архипелаги, которые будут атакованы. Нововведение. Больше не будет гарнизонных ферм. Ведут экспедиции, дающие золото и реагенты для профессий. Также будут зоны, схожие с зонами Вайшира. То есть они будут под водой. Но не переживайте, там будет весьма интересно. Поиск редких сундуков, обнаружение потерянных городов, археология и многое другое. Для социального аспекта будут введены корабли гильдии. Игроки смогут наконец обрести свой дом гильдии. Корабль будет выступать в качестве мини-столицы. Он позволит игрокам перемещаться между разными островами. При помощи кораблей будут устраиваться гонки гильдий. Также к гильдии будет присоединен небольшой настраиваемый архипелаг в море. В пвп будет поддерживаться одна и та же система, но будут какие-то изменения, связанные с устойчивостью. Пвп-вещи будут иметь преимущество над пве-шмотом. Также будет открытая пвп-зона. Остров, окруженный кладбищем лодок. Будут введены субрасы, орки, макхары и орки из различных племен Дренора. Тролли. Лесной тролль, песочный тролль, зандаларский тролль и ледяной тролль. Таурены. Таурену Крутогорья и Таунка. Эльфы Крови. Санлейн и Сквернокровые Эльфы. Гоблины. Хабгоблины. Пандорены. Хозены для Орды и Дзиньюй для Альянса. Человек. Человек, напоминающий по внешности Врайкула. Ночные Эльфы. Ночерожденные. У гномов будет субраса ли про гномов. У Дворфов. Дворфы Темного Железа и Дворфы Громового Молота. Дринеи. Раскаившиеся Эридары, которые ушли из Легиона. И также измененные Дринеи Саргуса. Воргины. Воргины Альфа. Нежить. Персонажи, обтянутые кожей, внешне напоминающие Натаноса. Выглядят более эстетично. Максимальный уровень 120. Также будут введены различные мировые боссы, наподобие боссов Расколотых Островов, время респауна которых будет составлять 1 час. Присутствует небольшая сводочка про рейды. Первый рейд. Кровавый залив, расположенный на Островах Разбойников. Финальный босс. Адмирал Тетис. Второй рейд. Трон болот. Финальный босс. Асшара. Третий рейд. Неолота. Финальный босс. Нзот. В заключение, хочу сказать, что в последнее время появилось очень много разговоров о Субрасах. Возможно, приведенные примеры в этом видео не являются 100% верными, но такая идея явно имеется у Близзард. Также очень бурно обсуждается Кул Тирос. Близзы делают всяческие пасхалки, чтобы направить наш ход мыслей, хотя это кажется слишком очевидным. В любом случае, нам остается ждать Близкона, который будет очень скоро. И мы узнаем, подтвердится ли эта информация или нет. Ну а пока вы можете наградить это видео лайком, поставить колокольчик и подписаться на канал. С вами был Лунный Монах. И да пребудет с вами Сила!